МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Здравствуйте! В эфире национального телевидения Чуваши, информационная программа «Республика» в студии Галины Титарчук. Смотрите сегодня. Крылатая гвардия. Чувашские десантники отметили профессиональный праздник. Сэкономить время, потерять жизнь. Инспекторы ГИБДД напоминают пешеходам о правилах дорожного движения. На троллейбусе в историю Чуваксар разработал туристический маршрут. Сегодня свой профессиональный праздник отмечают десантники. Легендарной Крылатой гвардии исполнилось 86 лет. В Чуваксарах основные торжества развернулись на Красной площади. Тему продолжит Дмитрий Ковалев. Тельняшки – знаменный и неизменный символ ВДВ – голубые береты. По традиции, каждый год 2 августа они проходят по центральным улицам торжественным маршем. Они собираются вместе, чтобы встретить своих сослуживцев и отдать дань тем, кто сражался за Родину. Только в республике десантное братство насчитывает 20 тысяч человек. Только самые сильные, самые мужественные, настоящие патриоты Российской Федерации могут служить в этих войсках. В любые времена десантники поднимались в любое время дня и ночи на защиту своей Родины, на защиту своей земли. Вы защищали рубежи нашей Родины на территории Афганистана, защищали конституционный строй в регионах Северного Кавказа и разных других конфликтах. По медалям и орденам видно, что многие из них не раз рисковали жизнью ради мирного неба над головой. За плечами тех, кто пришел сегодня на Красную площадь, горячие точки. Служил в Афганистане, проходил выполненный интернациональный долг. Выполняли боевую задачу, которую нам ставили. Охраняли колонны, обеспечивали вывод войск. Мы выходили. Я выходил с выводом. Одним из последних выходил 12, нет, 13 февраля, когда все войска ушли. Служил я с 1912 по 1965 год в Кортфергане в Узбекистане. Прекрасное время было. Я до этого учился добровольцем в военоклубе. Парашидист-спортсмен был я. Специально пошел доказать, что я могу защитить Родину. Спасибо армии. Для меня это все. Школа жизни. Праздник отмечают вместе с родными. Супруги Кольцовы приехали в Чебоксары из Батревского района. Говорят, что для них 2 августа уже давно стал семейным праздником. В будущем голубые береты мечтают надеть и сыновья папы-десантника. Они видят, знают, к чему надо стремиться, что надо стать обязательно десантником. Мальчики знают, что они какие крутые, сильные, могут поддержать плечо, сильное плечо. Десантники доказывают на личном примере, что их боевое братство не случайно называют крепким. Многие из тех, кто служил в ВДВ на гражданке, занимаются военно-патриотическим воспитанием молодых. Проводим турниры. Помогаем матерям, чем можем погибшим. Тем, кто проявил себя на службе, сегодня вручили медали за верность ВДВ. Для десантников это особая награда. Медрик Ковалев, Иразиль Мухаммедов. Республика. Новое кондитерское производство открылось на днях в Ибресинском районе. Работает оно на местном сырье, так что о качестве беспокоиться не приходится. Теперь кондитеры работают в других условиях. Новый цех соответствует современным требованиям. Кухонные шкафы, печи и пара конвектоматы. В модернизацию вложили более 1 миллиона рублей. В производстве используют только свое сырье. Освоили даже торты. Вообще, каждый месяц здесь выпекают более трех тонн хлебобулочных изделий. Спрос на местную продукцию растет. Только за первые полугодия объем продаж превысил 3 миллиона рублей. В перспективе здесь планируют создать и новые рабочие места. Сырье у нас экологически чистое. Сырье мы берем только в Чувашской республике, в наших районах. Поэтому, да, конечно, это такая политика, направленная на поддержку местных товаропроизводителей. Вчера на заседании Центральной избирательной комиссии Чувашии были зарегистрированы два кандидата в депутаты Государственной думы России по Канарскому одномандатному округу номер 37. Удостоверение получили Владимир Михайлов, выдвинутый в Российской политической партии Родина. Александр Аксаков, выдвинутый Российской экологической партией «Зеленый». По Чуваксарскому одномандатному избирательному округу номер 38 от Коммунистической партии Российской Федерации зарегистрирован Валентин Шурчанов. В Чувашии скушено четверть зернового клина – 65,5 тысяч гектаров из 293. По данным Министерства сельского хозяйства, это на 20 тысяч гектаров больше, чем в прошлом году. Валовый сбор зерна на 1 августа составил 176,5 тысяч тонн. Средняя урожайность – 27 сантиметров с гектаром. Среди лучших по урожайности хозяйства Вурнарского, Шумерлинского и Цивильского районов. В основном убирают сейчас озимую культуру. В десяти районах республики приступили к уборке яровых. Продолжается заготовка кормов и подготовка почвы под сев озимых. Плановые показатели по заготовке сена выполнены в 19 районах. На 2016 год государственная поддержка аграриям республики составляет более 2 миллиардов рублей. Из них почти полтора миллиарда уже переведены на счета хозяйств. Сегодня в Маргаушском районе работали специалисты Республиканского Минздрава, депутаты Госсовета Чувашии. На встречах с жителями обсуждались наиболее актуальные вопросы и задачи на будущее. Передвижной комплекс «Центр здоровья» для взрослого населения развернул свою работу прямо перед зданием физкультурно-спортивного комплекса «Сывых». Специалисты 1-й Чебоксарской городской больницы обследовали пациентов экспресс-методом, чтобы выявить факты риска сердечно-сосудистых заболеваний. Определяли уровень холестерина и сахара в крови, а также измеряли артериальное давление. За два часа работы на территории этого района мы посмотрели уже более 50 человек. Складывается впечатление, что здесь идет хорошая работа местных органов, в частности Маргаушской ЦРБ. Запущенных пациентов сегодня не было. Местная жительница Ольга Леонтьева всю жизнь проработала медработником. Она не понаслышке знает о том, как важно своевременно выявить возможные заболевания, чтобы своевременно их вылечить. «Удобно. Можно потом сходить к специалистам, кардиолог сегодня принимает, с кардиодиспансера как раз сегодня. И ехать никуда не надо, все на месте проверяется». Маргаушский район и столицу республики связывают многолетнее сотрудничество. К примеру, экологически чистая продукция сельхозтоваропроизводителей Маргаушского района пользуется большой популярностью у столичных жителей. Это только одна из граней взаимоотношений села и города. «Это социально-экономическое сотрудничество, это сотрудничество в культурном плане, в плане спорта, экологии. И в рамках этого сотрудничества сейчас в последнее время проводим очень много мероприятий. И сегодняшний наш визит тоже в рамках этого сотрудничества, в рамках работы Совета муниципальных образований. Сегодня мы проводим в Маргаушском районе, встречаемся с жителями». Встречи представителей органов власти с местными жителями – это прекрасная возможность наладить открытый диалог. Именно здесь на местах принимаются оперативные решения. На встречах зашла речь и о сохранении родного языка в республике. Людям очень важно, чтобы язык их предков развивался. «Здесь есть вопросы изучения, обучения чуварского культуры и своего чуварского языка. Но прежде всего это преподавание в дошкольных учреждениях, то есть их обучение в дошкольных учреждениях к чуварскому языку. Затем в школах, в повседневной жизни. Маргаушский район – это старинные, это исконно чуварские земли». А в завершении встречи активисты местного самоуправления получили заслуженные награды. Родион Архипов, Олег Якимов, Республика. Правила дорожного движения существуют не только для водителей. Об этом сегодня сотрудники ДПС напомнили пешеходам на одном из самых опасных участках в Чебоксарах. От остановки общественного транспорта гостиницы «Россия» до пешеходных переходов от 60 до 80 метров. В среднем человек ходит со скоростью 4-5 километров в час. Значит, дойти до пешеходного перехода, а даже не спеша, займет не больше полутора минут. Однако, судя по всему, это и минуты, и многие дорожат больше жизни. Каждый из нарушителей уверен, что уж с ним-то точно ничего не случится. Так думал папа с детьми из Пензы и мужчина из Южно-Сахалинска. Таких роликов с фоторегистратора в интернете тысячи. В объектив нашего оператора такие страшные кадры, слава богу, в этот раз не попали. Между тем, с начала года в Чебоксарах зарегистрировано уже 122 ДТП с участием пешеходов. По их вине произошли 40 аварий. Большинство дорожно-транспортных происшествий происходит по вине пешеходов, которые переходят в правильную часть вне пешеходного перехода. В отношении данных пешеходов применяется мера административного воздействия, то есть составляются административные протоколы. На месте вместе с сотрудниками ДПС мы работали около часа. За это время только в кадр успели попасть в семь нарушителей. Сегодня они отделались предупреждениями. А вообще-то за такое правонарушение положен штраф в 500 рублей. Не так уж и много за урок, который в будущем может спасти жизнь. Ольга Пырочкина, Дина Кустова, Игорь Зверев, Республика. Заплатит штраф и не сможет работать на государственной службе два года. Такое наказание назначил суд бывшему сотруднику колонии за взятку. 7 июня текущего года в Новочебоксарске, теперь уже бывший сотрудник исправительной колонии номер 3, в своем автомобиле получил от местного жителя, действовавши в интересах одного из осужденных, отбывающих наказание в указанной колонии, взятку в размере 5000 рублей за незаконный поднос для последнего в исправительное учреждение двух сотовых телефонов. После получения незаконного денежного вознаграждения сотрудник колонии был задержан. После возбуждения уголовного дела руководством УФСИН России по республике сотрудник колонии был временно отстранен от должности, а по следующему уволен. Занимать подобную должность осужденный не сможет еще два года. Также ему придется заплатить штраф в 250 тысяч рублей. На троллейбусе в историю в столице Чувашии запустили туристические троллейбусные экскурсии. По какому маршруту они проходят и о каких неизвестных фактах и событиях расскажут гиды, узнавала наша съемочная группа. Откуда пошло название Чебоксар? Почему на гербе города изображены именно утки? И как переводится фамилия известного чувашского писателя Михаила Сейспеля? Ответы на все эти, а также многие другие вопросы можно узнать, прокатившись на таком необычном экскурсионном троллейбусе. Он едет по улицам столицы с конца прошлой недели. Старт маршрута – Красная площадь. Маршрут сформирован именно таким образом, что мы затронули все основные центральные улицы Чебоксар и сформировали его в том формате, когда мы рассказываем, начиная с истории города, потому что он начинается на Красной площади, а это наше историческое место, и проходит уже в центральные промышленные районы. И там опять же идет информация не просто о том, что здесь происходило, а о том, что и какой вклад был внесен данными предприятиями, данными районами в город. Троллейбусы курсируют по маршруту ежедневно с 10 утра до 7 вечера. На протяжении всей поездки работает аудиогид, а туристов сопровождают проводники-волонтеры. Они прошли специальное обучение. Мы же говорим о современных культурных местах. Также я обычно говорю о фишу мероприятий на выходные, чтобы люди могли посетить другие места нашего города. Также я говорю про кафе общественного питания, особенно интересное для туристов, и также где они могут остановиться. В отличие от пеших прогулок, человек находится в троллейбусе, он не ходит, то есть может расслабиться, отдохнуть. В троллейбусе достаточно свежо. Экскурсия занимает около часа, троллейбус делает остановки. На одной из них, около сквера Чапаева, туриста встречает сам Василий Иванович. 25-я стрелковая дивизия в составе трех человек. Рада приветствовать ваш экскурсионный троллейбус. Позвольте представить вам моих лучших красноармейцев. Петька и Анка. Петька, у нас дивизия, все нормально? Нормально, Василий Иванович! Таким образом познакомились с чебоксарами гости из Санкт-Петербурга, Оренбурга, Кирова. Тамара Лисенко проехала по маршруту вместе с внучкой. Нам очень понравилось, как девочки рассказывают о чебоксарах. История названия чебоксар, сказание какое идет. Эти экскурсии желательны и больше привлекать, конечно, молодежи. Старые люди знают о создании города Чебоксара и ее истории, а молодежь, я думаю, не все знают. Столичные администрации отмечают. Экскурсии станут круглогодичными, а в будущем маршруты планируют увеличить. Подобные познавательные туры намерены организовать и на автобусах. Татьяна Леонтьева, Игорь Зверев, Республика. В столичной мэрии утвердили название нового хоккейного клуба, который будет представлять чебоксары в первенстве высшей хоккейной лиги уже в предстоящем сезоне. Имя команде решили дать в честь родного города. Как проявит себя новоиспеченная дружина, жители и гости республики смогут наблюдать с 16 сентября. Именно тогда будет дан старт очередному сезону первенства ВХЛ. Форма команды будет раскрашена в цвета, присутствующие на гербе города Чебоксары. Это синий, белый и элементы красного. Название команде подбирали всем городом. В администрацию Чебоксар поступило около 50 предложений. Самого остроумного и оригинального авторы решили поощрить. Им стал 12-летний ученик 5-й гимназии Михаил Кузнецов. Он предложил название «Черы». С одной стороны, я бы основал это, что вот «Черы» это, во-первых, от слова «Чебоксары», это раз, сокращенное название. Во-вторых, «Черы» это охотник, находящийся в засаде. Я, например, даже не знал такого, да. И как бы очень подходит и то, и другое к названию новой хоккейной команды. Плюс ко всему, неплохо использовать это в различных речевках и так далее. И вот я думаю, что именно вот этот мальчик, вот этот, обязательно получит абонемент на все домашние игры новой команды. Поведет новую команду «Чебоксары» Сергей Нуржанов. По прошлому сезону известный как наставник хоккейного клуба Нижнего Тагила «Юниор Спутник». Что касается команды мастеров «Сокол», то в этом году она не будет представлена на первенстве в ИХЛ. Однако шанс на то, что болельщики еще увидят своих героев, есть. Новая хоккейная команда, которая будет финансироваться из бюджета города Чебоксары, это не право преемник «Сокола». Это новая хоккейная команда. Это новая. Это другая хоккейная команда. И состав, который на сегодня будет привлекаться в эту команду, его определяет главный тренер. Главный тренер. Если он считает, что туда входят, могут войти игроки «Сокола» по своим профессиональным качествам, значит, они туда войдут. В первые дни августа в Чувашии ожидается аномально жаркая погода. Среднесуточная температура на 7 градусов и более выше нормы. В эти дни возрастает угроза природных пожаров и ЧП на воде. Об этом предупреждает республиканский комитет по чрезвычайным ситуациям. По данным Росгидромета, вообще погода в августе будет в среднем на 1,5 градуса выше нормы. Осадков ожидается меньше нормы. Сайт «Погода-21» прогнозирует температуру на 5 градусов выше нормы. Самая высокая температура воздуха прогнозируется в первых числах до плюс 34 градусов. Затем ожидается еще три волны тепла. Правда, меньших по силе. Не обойдется и без значительных похолоданий. 14 и 22 числа и в конце месяца. Бьет рекорды и речная навигация в Чебоксарах. Почти в три раза возросло число желающих воспользоваться водным транспортом на маршрутах Чебоксары-Сосновка и Чебоксары-Пляж. В июле текущего года по этим речным маршрутам перевезено 21,5 тысяча пассажиров. Наиболее востребованным направлением стал маршрут Чебоксары-Пляж, по которому в июле перевезено 18 тысяч человек. Навигация 2016 закроется 31 августа. Это все новости. Далее вы узнаете более детальную погоду на завтра. Я с вами прощаюсь. До завтра. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин